Добрый день! Мы сегодня продолжаем наше изучение книги Рава Ашкинаси Маниту «Тайны евреям». И сегодня мы вернемся к теме, которая называется «Тайна субботы». Уже в прошлый раз у нас было вступление к этой теме в предыдущей главе, которая действительно озадачила нас тем, что сказала, смотрите, ребята, Бог скрылся за природой. Мы его из природы как бы вычислить сами не можем, потому что все в мире происходит по естественным законам, а иначе никак нельзя, чтобы у человека была свобода выбора. Но тем не менее, нас поставили в странную ситуацию. Зачем Бог скрылся за природой, когда этим самым он дает нам возможность ошибиться, что мы не можем его найти. Это как было в прошлый раз, такой вопрос поставлен. Ну, как бы подходы, конечно, к ответу у нас уже были раньше, но сейчас мы будем разбирать главу, которая называется «Тайна субботы», и в которой это будет более-менее подробно пересказано. Видно? Да. Видно. Башиственная суббота. Я начну, а потом, Андрей, если кто-то еще согласен, может тоже подключиться к чтению. Это как бы нормально. То есть по-русски читать немножко, может быть, мне и странно, но обычно, когда что-то вместе изучаем на иврите, то это все вполне нормально, что читаем по очереди текст. Борец отдыхал от всякой работы, которую сотворил, делать. Это можно еще раз вернуться к тому странному стиху, которому иначе трудно как бы понять его смысл. Ашер-бара-елукхим-ла-сот. Некоторые переводят в русском переводе «дела». Это как бы очень далеко уводит нас от того смысла, который придается этому маниту. И, между прочим, есть очень много других таких полкований. В данном случае маниту очень важно это понимание для общего концепции творения и роли человека в творении. То есть слово «ля-сот» не является тут повторением идеи того, что Бог творил работу-дела. То есть то, что тут производилось какое-то дело, это известно. И не совсем понятно, зачем тут повторение. А если он… Мы переводим так, что он отдыхал от всей работы, которую… Шават-миколь-малахто – от всей работы. Ашер-бара – что он баран? Эту работу он баран. Для чего? Для осот, что мы ее делаем. Тогда понятно, что эта концепция творения укладывается в то, что маниту говорит, что в этом мире для нас была сотворена работа. Забота, предоставленная человеку, может быть устойчивой только тогда, возвращается к теме, о которой мы уже говорили отчасти, когда законы, по которым функционирует мир, в котором он живет, постоянно… Здесь он будет более подробно это описывать и более понятно, я думаю, чем я упоминала раньше… Эти законы должны постоянно, без исключения быть, обязаны быть, чтобы дать человеку возможность быть свободным. Как это? Не может быть свободного выбора, когда человек не может с достаточной меры уверенности предположить, каким будет мир в следующий момент, опираясь на законы функционирования мира. Ну, у кого-то может это ассоциируется с Шекли, обмен разумом, но так далеко, наверное, я не буду уходить, в котором он попадает в конечном итоге в такой мир, в котором в любой момент все может измениться. Все вообще и стать неопределенным. Так невозможно жить, если, так сказать, ты не знаешь, чему, не можешь прогнозировать никак, к чему приведут твои действия, действительно очень трудно. Мы и так не знаем, на самом деле, к чему они приводят. Мы стараемся делать, как лучше, а выходит, как всегда. Но есть какие-то простые вещи, как Раф дальше объяснит. Если законы, регулирующие работу атомов углерода, будут постоянно меняться, то любой предмет, содержащий углерод, будет менять свои свойства. И человек просто не сможет выжить, чтобы осуществить свой выбор. Это просто выживание даже невозможно, поскольку тело наше все время будет меняться. Сегодня оно хочет дышать кислородом, а завтра он захочет дышать азотом. И совсем понятно, как можно в такой ситуации жить. Если закон притяжения будет меняться случайным образом, и выходя из дома мы обнаружим пропасть или пустое пространство вместо лестницы и дороги, мы не можем планировать свои будущие действия. Мир, в котором природа наделена свободой выбора, то, что было до того, как Бог устранился и установил постоянные законы, остановил мир, как бы его свободу выбора. Когда у него была бесконечная возможность меняться, это мир хаоса, мир неопределенности, в котором человек не может знать, решать или выбирать, что произойдет в следующий момент. Чтобы решить, открывать или закрывать дверь, я должен с уверенностью знать, что она всегда будет двигаться именно в том направлении, в котором она изначально запланирована двигаться. Иначе у меня не будет выбора в отношении этой двери. Дверь тут, я думаю, имеет более широкое значение, чем просто дверь квартиры в конечном итоге. Даже если вчера открывалась сюда, а сегодня она открывается наружу, это не так существенно. А существенно, что любое действие, вроде открывания двери, перехода из одного положения в другое, она может себя привести в совершенно неизвестно куда. Человеку, вообще говоря, свобода выбора, она не просто так дана человеку, она дана ему, чтобы он понял свою ответственность за то, что он делал, ответственность за все, что происходит в мире. Тот момент, что твои действия как бы приводят к совершенно неопределенным результатам. То, что сегодня не взрывал, завтра взорвется. Как ты можешь за это отвечать? Ну, конечно, в других вещах человек старается сделать, предугадать, планировать свою жизнь таким или другим способом. И всегда есть какой-то элемент случайности, который чаще всего определяется не природными условиями, не изменением законов природы. Не потому, что пошел дождь или повысилась температура. А чаще всего наши планы меняются из-за того, что происходит в мире человека. Но хотя бы мир должен быть постоянным. Поэтому мир был завершен в тот момент, когда человек появился на его сцене. В то же время человеческая история началась тогда, когда мир созидания был завершен. То есть тогда, когда человеку было передано ответственность за этот мир. И при этом понятно, что человек, мыслящий только естественными категориями, не в состоянии осознать, что нет противоречия между детерминизмом природы и свободой выбора человека. Поскольку эти два принципа относятся к разным, отличным по своей сущести частям системы. Вот как это поменится? Потому что если мы скажем, что все детерминировано в этом мире, все определяется только законом природы, то у человека нет никакого свободы выбора. То есть получается, что человек в каком-то смысле не часть этой общей системы. Я так понимаю, как ты думаешь, Андрей? То есть чтобы была у одной части системы свободы выбора, у другой части системы свободы выбора быть не должно. Так получается? Получается так. И то, что иногда наши планы не исполняются, мы планируем одно, а получается совсем наоборот, это следствие на самом деле того, что у любого другого человека тоже есть свобода выбора. Когда весь физический мир, на самом деле он поступает в соответствии с законами, которые ему даны, и как бы он вообще говоря, может быть… Это точно науке, по-моему, сегодня неизвестно, насколько действительно детерминирован сегодня мир. Может быть какая-то отчасти свобода выбора у него есть? Ну, так сказать, имеется в виду не на уровне элементарных частиц, не на микроуровне. На микроуровне известно, что там есть свобода выбора, условно говоря. Но в макроуровне наука сомневается, может ли это… Ну, это, так сказать, известные всякие парадоксы Ката Шейдингера. Ну, в любом случае, даже если есть детерминизм в окружающем нашу природную мир, то у людей, по-видимому, то, что он не распространяется каким-то образом. Тут есть какое-то… что-то помимо чисто природного элемента. Никто не может как бы ссылаться на то, что… А что, я виноват, что ли? Это у меня внутри так вот молекулы повернулись, что я пошел и убил. Я тут вообще ни при чем. Вообще, как меня можно за это наказывать? Я такой вот природный человек, вроде как какие-то аватары в компьютерной игре. Если его так запрограммировали, можем ли мы его за это упрекать? Или можем ли мы его за это наказывать? И вообще, вся идея свобода выбора тут сразу она падает. Приходится признать, что есть что-то отличное в человеке, что делает его другой сущностью, другой частью этой системы. Соблюдение субботы должно напоминать человеку-еврею, что творец сотворил мир и придал ему форму за шесть дней, а в седьмой отстранился от всякой работы. И соблюдение субботы, оно как бы заставляет меня копировать в каком-то смысле действия Всевышнего, которые он делал в шесть дней и в седьмой день. То есть в шесть дней работай, а в седьмой день отдыхай. Это накладывает вот эту схему шести дней творения, семи дней творения на мою жизнь. И поэтому не дает мне забыть о творении. Вот как бы так. Поскольку природный мир заслоняет мир творения, существует опасность того, что человек всю неделю погруженный с головой в круги естественного мира забудет эту истину. А суббота – это вечный завет между евреем и Творцом. Завет, призванный напомнить, что мир природы – это тот же мир, который изначально был миром творения Творца. Вот почему мы говорим в субботу, и пусть соблюдаются на Израиле в субботу, чтобы установить субботу в роды и заветом вечным. «Между мной и с нами Израиля она знамение вечное, что шесть дней создал Господь небо и землю, а в седьмой день перестал работать и отдыхал». Каждую субботу евреи обязаны заново переживать опыт творения и созидания и вспоминать Творца мира и бесконечную цепочку преобразований, которые мир прошел, чтобы в результате достичь этого мира, мира свободного выбора, данного человека только здесь, на этой стадии божественного процесса. Что мы еще можем сказать в этом поводу? По-моему, понятно. Получается, поскольку сейчас Творец находится в субботе, а я нахожусь в действии, то я от него далек, и для того, чтобы к нему приблизиться, я должен делать те же действия, которые он. Да. Точнее, никаких действий не делать. Ну, в субботу. То есть я к нему могу приблизиться хотя бы один раз в неделю, потому что сейчас он находится в покое, ну, так сказать, отстранен от творения в мире. И да, ты прав совершенно, я думаю, это очень здорово, что именно этим суббота важна, что уподобляясь тому, что собой представляет Всевышний сейчас, то есть в смысле тому положению, в котором он находится, то он не занимается вопросами творения и работы той, которая называется Малаха, да, и я тоже отстраняюсь от этой Малахи, я приближаюсь к нему. Есть тут какое-то подобие и возможность, она дает возможность нам не забыть о том, как мир был сотворен, потому что мы приближаемся к Творцу, и это переживание, оно важно для человека, и оно дает ему возможность не забыться. Спасибо. Ну, давай тогда дальше-то прочти, если не против. В субботнем кедуши мы находим точные указания на этот счет. И закончены были небо и земля, и все воинство их, и закончил Бог к седьмому дню работу свою, которую он делал, и отдыхал к день седьмой от всей работы своей, которую сделал. И благословил Бог день седьмой, и осветил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы своей, которую сотворил Бог, чтобы ее делать. И закончены были небо и земля, и все воинство их, вся организация и установление основ физического мира были закончены. И закончил. Корень каф-ламет-хей означает окончание, а на языке каббалы был создан сосуд, кли, для принятия божественного света. В седьмой день Бог завершил свою работу, которую делал, то, что теперь стало миром действия, осия. Действие, объясняет Раши, это исправление, текун. Мир был сотворен незавершенным, чтобы человек своей работой смог исправить этот недостаток. В отличие от божественного света, который находился в полном покое, миры, происходящие от света бесконечного, эйнсов, находятся в процессе хаоса, постоянного изменения. Этот хаос обретает форму, а он начинает исправляться. И когда он становится достаточно организованным, чтобы представлять собой подходящее место для обитания человека, он завершается и начинает естественным и необходимым образом, чтобы свобода человека стала возможной и началась история. Что-то здесь мы с тобой пропустили. Какая-то здесь при редакции вышла накладка. Непонятная фраза, да? Мы с тобой вместе несем ответственность, чтобы мы пытались, читали. Но когда читаешь, иногда ты раскакиваешь. Да, что-то пропущено. И когда он становится достаточно организованным, чтобы представлять собой подходящее место для обитания человека, он завершается и начинается, естественно, необходимым образом, чтобы свобода человека стала возможной. Ну, может быть, начинает существовать. Да-да-да, наверное. Чтобы свобода человека стала возможной и началась история. Вот в этом хаосе творения, то есть человек невозможный. Это та работа, которую творец завершил на данном этапе. Поэтому написано. И закончил работу свою. Имеется в виду, закончил работу свою. Но человек уже был, да? Когда там это сказано, человек уже был, получается. А тут так сказано, как будто он только сотворил место для обитания человека. Нет, я не думаю, что это противоречит. Человек включен в эту работу. Это как бы некоторый последний этап творения в каком-то смысле. Изменение, формирование хаоса. Интересно, что всегда сбивало меня с толку, там, по-моему, третий, какой-то закон о термодинамике. Есть такой закон, который говорит, что все время увеличивается беспорядок во Вселенной. То, что называется энтропия. Что все в конечном итоге сравнивается. Температура всегда переходит от горячего к холодному. Ну, и это приводит к такому тепловой смерти Вселенной. Как бы, то есть, с точки зрения вот этого закона, получается, что мир идет наоборот. От порядка к хаосу. А вот, как бы, с этим очень трудно, как бы, примириться, когда ты смотришь на человеческую цивилизацию, которая, видимым образом, все упорядочивает. Строит какие-то вещи осознанные, упорядоченные и так далее. Но, вообще говоря, в последнее время, как я поняла, наука делает разницу между законами термодинамики и законами вообще другими, которые существуют, просто я недавно читала об этом, существуют во Вселенной. Например, законы гравитации, они работают в другом направлении. То есть, есть некоторые разные силы, которые, одна сила, которая, она до сих пор существует. Я говорю про физику, да? Что она как бы стремится все уравнять, все свести к первобытному хаосу. А с другой стороны, есть некоторые другие силы, физические буквально, которые этому противостоят. И в том числе и человек, видимо, он как-то задействует эти физические силы и противостоит этому. И делает в мире порядок, строит в мире формы новые. То есть, в каком-то смысле он продолжает делать творение. Если в начале как бы был первобытный хаос, то хаос, или хаос, как по-русски правильно, то постепенно в мире возникали формы, возникали различные, как это рассказывается, различные образования, как это рассказывается, в первой главе, да, земля и вода, не, а вода, не рассказывай, и земля, и водные, и человек, и так далее. И растения. И все это как бы запланировано божественным полем. Но теперь вот эта очередь упорядочивания мира, она перешла к человеку. То есть, с того момента, когда развивается цивилизация, когда человек берет на себя функцию упорядочения мира, мы уже начинаем за это отвечать. Ладно, это я немножко отвлеклась от темы. То есть, получается, ну, изначальное состояние – это хаос. Когда на этот хаос воздействует, там, Бог или человек, да, он его превращает в порядок. Когда он перестает, как бы опускает руки, перестает на него воздействовать, опять все возвращается к хаосу. И поэтому, когда Всевышний удалился, да, он за место себя поставил человека, чтобы человек тут наводил, как бы, порядок, да, в реальности. Да? Да, вот это, да. Так, идем дальше, да. Закончил работу, а не отдыхал. Творец не отдыхает, а прекращает свою работу. Он прекращает свое прямое и открытое участие в формировании реальности. Он перестает вмешиваться в законы природы, но не перестает вмешиваться в историю человечества. И это то, что называется частным провидением. Ашгаха Пратит. Очень интересно, да, то есть он вот этот самый детерминированную реальность сотворил, да, в которой теперь обитает человек, да, но в саму историю человека он вмешивается, да, хотя казалось бы, это то, что дано на выбор человека, да, но тем не менее Всевышний, получается, как-то направляет его, да, внутри вот этой реальности безвыбородетерминированной. Да, получается так, потому что мы уже, я, дети, мы, потому что мы, как мы читали уже раньше, этот мир настолько в нем Бог вскрыт, что человеку без откровения, он не может его постичь или открыть или придвинуться к нему. Поэтому есть необходимость в той или иной форме откровения или влияния Всевышнему на мир, так, чтобы человек мог находиться с ним в диалоге, в той или иной форме диалога. Если эту возможность закрыть, то мы останемся только в естественном мире, и у нас не будет возможности понять, приблизиться или осознать существование Всевышнего. То есть человечество в других каких-то религиях, оно создавало богов, с которыми невозможно было диалога, там, скажем, какой-нибудь рок, да, который тоже как бы все создал, всем управляет и так далее, но у человека нет никакого диалога с ними, нет возможности. Они как бы представляли себе, что какая-то сила, она выше всего стоит, но видеть ее, открыть ее, контактировать с ней невозможно. И, по сути, она в данном случае уже не отличается от Закона природы. Так мне кажется. Ну, вопрос тогда, вот это вмешательство Всевышнего в историю, оно не нарушает его субботы? Видимо, нет. То есть это не является идеей? Потому что это не, наверное, я так думаю, это не считается, может быть, малахом. Как малахом. А другой ответ, возможно, по-моему, я когда-то эту мораль читала, но я не буду сейчас врать, потому что это было очень давно. Но мне кажется, что я такое видела, что иногда бывает в субботних законах, например, еврейских, есть понятие пикох-нэпич. Когда опасность для жизни, то мы нарушаем законы. Потому что есть более высокая цель у человека, чем важно сохранить себе жизнь, чтобы соблюдать потом другие субботы, чтобы продолжать выполнять свои обязанности, то, ради чего ты сотворил. И аналогично этому Всевышний, когда есть опасность для человечества, для того, что оно упадет не тем путем, что его планы будут разрушены, Бога. Когда мы находимся на каком-то краю, в котором вот-вот сверлимся, и уже потом невозможно будет вернуться, то в таких ситуациях Бог вмешивается. Это аналогично тому, что человеку разрешается нарушать субботу ради спасения жизни. Ну, вот такое я когда-то объяснение слышала. Сейчас я точно не помню. Мне кажется, это мораль, но по-моему, если я точно не помню. Ну, да, очень логично, да. Потому что Всевышний вмешивается, когда уже человек там на краю стоит. Ну, да, вообще, так сказать, не просто человек, человечество или еврейский народ. Когда его планом, планом Всевышнего грозит серьезная опасность, что они могут не реализоваться. и все, то совершенно вернется в хаос. Творец, который завершил свою работу и поместил человека в мир, подготовленный для него, заключает с ним завет и обязуется не менять законы природы в течение всего седьмого дня, чтобы у человека была свобода выбора. Отсюда следует, что этот период закончится, и тогда Всевышний может менять законы природы. И так получается. Да, нам очень трудно сказать, что будет тогда кончиться этот седьмой день. Когда начнется, когда могут измениться законы природы. Потому что этот мир восьмого дня, это мир, в котором мы выходим на следующую ступень взаимодействия между человечеством и Всевышним. И как это будет выглядеть, очень трудно сказать. Но при этом могут и не измениться. Опять же, это его выбор, он может оставить все так, как есть. Да, может быть, я не знаю. Я не могу с достаточной степенью компетенции даже. Я просто этого не изучала. Где ты? Мне кажется, Рамхаля об этом говорит. Но я... Прах, как это... Не могу сказать. Это вообще какие-то... Но мне кажется, что об этом судить, об этом говорить сегодня несколько странно. Трудно представить себе, что будет в мире, который так изменится. Когда он поднимется на такой уровень, когда для всего человечества будет открыт прямой диалог с Богом, нам трудно это представить, правда? Так. С другой стороны, от человека требуется завершить работу по исправлению природы, которая исказила свои пути именно с помощью человеческой морали. Так в чем же искажение путей природы? Непонятно. Что к природе не так? Но мы же об этом читали вначале, как бы-то. Все эти недоделки, которые там... Что в ветве они не как... Вкус... Ветвей не такой, как вкус плодов. Да. И это человек должен исправить. Да, там многое не доделать, но они как бы нам даны в некотором намеку или в общем виде, но все они имеют какое-то отношение к человеческой морали или к человеческому поведению, или к осмыслению своей жизни, отношению к миру, к другим людям. Так или иначе, они все соотносятся с этим, я думаю. И поэтому вот именно исправление морали является главной задачей человека. И это, в принципе, мне кажется, для Маниту и для многих других философов, скажем, или теологов его времени это вопрос стоит в центре. Главная задача человека это выбрать моральный путь и таким образом исправить смерть. И тогда как бы вся природа параллельно этому должна исправиться и измениться. Удивительно, насколько представления о добром и дарующем добро Боге, о природе, в которой установлены постоянные законы, и о свободе выбора человека быть хорошим или плохим, переплетаются и сочетаются друг с другом в Торе. В то время как во всех религиях и философиях эти компоненты несовместимы друг с другом или как минимум противоречат друг другу. Согласно Торе, тот же Творец, который сотворил природу, гарантирует неизменность ее законов. В соответствии с Торой вера – это уверенность в том, что завтра Солнце продолжит светить, чтобы человек мог выбрать исправить то, что испортил сегодня. Ну да, логично. Если что-то испортил, да, а потом раз все и изменилось, да, то уже все никак не исправить. Вера в то, что произойдет завтра, не самоочевидна, хотя естественное мышление и видит в ней необходимое для мира свойство. Наука называет это индукцией, способом предсказывать общее правило. Восход Солнца каждый день в будущем. Исходя из частных случаев, Солнце всходило каждый день в прошлом. Однако основанием для применения этой индукции является вера в то, что естественные законы не изменятся. Эта вера и является субботой. Как это понять? Ну, вот это вот суббота, суббота – это шаббат. То, что Всевышний не… не вмешивается. сказал, я устраняюсь, и мир тоже должен остановиться в этой ситуации, прекратить всякие изменения. Вот это является субботой. отношения между Творцом и миром, этот завет, это обещание являются началом веры, которые называются субботой. Но, как бы, у всех же не меняется ничего, даже у тех, кто не находится в завете, или имеется в виду, что это завет на уровне природы, не на уровне человека. Просто не все же люди в завете, не все же люди получали Тору, знают о том, что было откровение. Интересно, да, но мне кажется, он говорит о том, что вот, о том, что когда человек задумывается о взаимоотношении между божественным и человеческим и миром, то в этой ситуации очень важно для человека верить в то, что законы природы неизменны. Иначе, то есть, эти законы морали в том числе неизменны. То есть, вообще говоря, мы видим, что они меняются, может быть, мы считаем, что они усовершенствуются. Ну, это на уровне общества, возможно. А в принципе, есть некоторое постоянство, есть некоторые, так сказать, общие вещи, которые остаются постоянными. и я не знаю, возможно, эта вера, она существует естественным образом у всех других народов. Почему, собственно, она существует, это непонятно. Почему ученый, когда он начинает что-то рассчитывать, как бы, движение планет, солнца, движение автомобиля, неважно, любую расчет, он всегда, как бы, основывается на том, что основные мировые константы никуда не денутся, останутся завтра на месте. Хотя это совершенно не очевидно, но во всех нас заложено, может быть, через жизненный опыт, я не знаю, может быть, через генетику. Представление, что мир все-таки довольно постоянный, большой степень постоянный, что мы можем на него положиться. Может быть, не у всех даже людей это ощущение есть, между нами, говорят. Может, некоторые люди не верят в мир, и он ожидает каждую минуту от него какой-то пакет, я не знаю. У меня такое ощущение, что здесь говорит о всем человечестве все-таки, что у нас у всех заложена вот эта вот основа веры, то, что мир не изменен, и когда приходишь к пониманию, что мир есть творец, ты понимаешь, что это по его воле он не изменен. это же просто как бы привычка, какой-то, я не знаю, инстинкт, что я сколько себя помню, солнце вставало там. Сколько я себя помню, солнце вставало по утрам, и все, это уже в меня встроилось. Я понимаю, но на самом деле это же не обязательно должно быть так. То есть это правило, оно действительно работает, я думаю, и для, не только для человека, но и для животных, в любом случае для тех, которые более развитые, поэтому их удается выдрессировать например, они знают, что ты вот встанешь на задней лапке, тебе дадут конфетку, не знаю, собаку. То есть связь между причиной и следствия, оно вырабатывается у животных, у человека, но это где-то заложено. Не обязательно, так, тоже хорошо сказать, мы к этому привыкли, для нас совершенно естественно, мы к этому привыкли, да, но есть вещи, которые как бы могли бы быть иными, да, человек может жить и ждать, что все время завтра все изменится, как вот в этом мире, в этом романе Шекли, он так кончается, он попадает в мир, в котором в каждый момент все может измениться, он так живет и ждет все время, что завтра все изменится. Ну, неважно, это уже фантастика, но у него такая вот изощренная фантазия у Шекли своеобразного человека. не обязательно понимать. Я думаю, что так вот ощущают, что мир неизменен, и это заложено в нас так или иначе, таким или другим способом. Мы к этому привыкли, это нормально, да. с другой стороны, когда ты начинаешь верить в Творца и там видишь, что он существует для этого мира, или он сотворил мир, да, то ты можешь спросить себя, мир менялся, он в каждый момент, он может все изменить, если все в его руках. но именно здесь возникает вот это утверждение, что я верю в то, что есть завет между Всевышним и человечеством, что мир будет неизменен, что я могу на него положиться, иначе я не могу выполнять свою функцию. То есть это как бы все связано. Согласен, нет? Ну да, да. Понятно. Это часть Творца в договоре, то, что мир неизменен. Обязанность же человека состоит в том, чтобы признать, что в мире есть Творец, несмотря на трудность, заключающаяся в том факте, что мир превратился в природу, чтобы могла начаться история человека. То есть трудность в том, что природа скрывает Творца. Еврею было заповедано соблюдать в субботу, чтобы помнить о сотворении мира и о Творце. Помни и соблюдай, в одном речении сказано. Соблюдение субботы это привязка к памяти о том, что у мира есть Творец, сотворивший его с определенной целью. Коллективная память еврейского народа содержит в себе божественное откровение, которое начинается с дарования Торы, когда каждый еврей стал свидетелем, подтверждающим существование живого Творца за неизменным природным миром. Молитва Шма, которую произносят все евреи два раза в день, включает декларацию «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един», в которой содержатся признания, напоминания и вечные свидетельства существования завета между Творцом и народом Израиль. Еврей, произнося эти слова, мысленно связывает букву Айн в слове Шма с буквой Далин в слове Один Эхад А эти буквы в свитке Торе больше других букв по размеру, чтобы образовалось слово Эд свидетель. Таким образом свидетельствую о себе, что он является достоверным свидетельством существования Творца в мире. Однако на этом процесс описанный Торой не завершается. В первой части стиха Берешит 2.1 написано работу свою, а во второй части от всей работы своей. В чем смысл этого изменения? Раши пишет, что добавление слова «все» свидетельствует о каком-то добавлении или умножении. Раши на разбираемый стих. Раби Шимон говорит, «Человек, не знающий времен своих и мгновений своих, обязан прибавить от буднего к святому, к дню субботнему. Однако святой благословен он, знающий времена свои и мгновения свои, вошел в него с величайшей точностью и казалось, будто он завершил свой труд в этот день». Другое объяснение. Чего недоставало миру? Покоя. Настала субботу, настал покой. Труд был закончен и совершен. Конечно, какой покой, когда Всевышний каждое мгновение все трансформирует, делает, устанавливает, не знаешь, чего ожидать. И нужен именно покой, чтобы он отстранился и это все само как-то заработало. Само да, оно заработает, но дальше мы должны здесь взять на себя его функции и довести уже мир до реального цели его, который является, скажем, покой, идеал некоторого будущего. Получается, чтобы один отдыхал, другой должен работать? Так получается? Да нет, я не думаю. Мы просто пока Бог работал, мы же... Нет, действительно, чтобы человек мог действительно работать и внести свою лепту, Бог должен остраниться. это вот то, что мы действительно читаем. Это интересно. Ты прав. Он же настаивает на том, что Бог не отдыхает. Он просто остраняется, он перестает здесь влиять на природный закон. суббота. так сказать, вот эта суббота, это специфическое состояние, у которого есть некоторая собственная сущность. Суббота Всевышнего, суббота человека и будущий мир. Это тоже и то, и другое отражение некоторой сущности, которая представляет свой будущий мир, к которому мы все движемся. Но мы обязаны ее часть внести в этот мир в виде нашего соблюдения субботы. Продолжим немного еще. Давай я почитаю. Если кто-то готов почитать, я бы тоже его... Нет, никто не готов. Ну, ладно. В мире отсутствовал компонент покоя. Вот этот компонент покоя, чтобы он не значил, он отсутствовал. компонент вечности и бесконечности, скажем, совершенства, может быть, который существует в самом бесконечном свете, or and so. Or and so это не Бог, но это как бы уже некоторые ступени, которые недоступны нашему пониманию. Что-то от этого компонента, что-то творец добавил миру перед тем, как прекратить всю свою работу. И на это намекает слово всей, от всей работы. включая ту работу, которую он добавил, ту добавку вот этого покоя, которую он добавил в мир. Отдых – это время души. Если у души нет покоя, невозможно радовать. Однако только в конце истории настанет настоящий покой для человечества. Чтобы это не значило, мы называем это словом покой, покой, но я не думаю, что это имеется в виду именно тот покой, к которому мы знакомы. Творец позволяет нам почувствовать вкус этого покоя, не сам покой, только вкус, в процессе истории через еврейскую субботу. В этом отношении суббота – это предвкушение грядущего мира. Однако не следует путать понятие субботы с тем, что обычно называют досугом или отпуском. Слово отпуск – тут не всегда когда употребляет, играет со словами, скажем так, это не всегда такие библейские обязательно слова. Тут иногда в этом участвуют и слова сегодняшнего языка. Слово отпуск – хофиш родственное слову поиск – хипус. то есть оно как бы пишется так, похоже. А досуг – белуй, тоже современное слово, трата времени, износ, оно как бы родственно на коренное со словом «блия», то есть износ. Они приводят только к дополнительной большей усталости. То есть когда ты это не шаббат, ахофиш отпуск или каникулы. Ты не ощущаешь в нем настоящего покоя, а ты занят каким-то поиском или ты проводишь время билюй, это просто приведение времени, трата времени. и я думаю, что даже современному иврите в нем ощущается некоторый такой оттенок убивания времени, то есть износа. Ну, провели время, и ладно, да, хорошее было проведение времени. Нет в нем некой осмысленности, чего-то такого, чтобы наполняло моего новой сущности, той сущности, о которой говорит нам в субботу. Отдых, вызывающий только дополнительную усталость, не дает настоящего покоя человеческой душе. В шестой день человек появляется на подмозках мира и истории, и весь процесс подготовки к миру к тому, чтобы стать местом его проживания заканчивается. И Тарапада тоже ведет этот процесс следующим образом. Увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. При этом в описании седьмого дня, если мы внимательно его прочтем, мы заметим поразительную вещь. Отсутствуют этапы, характерные для других дней. Потому что мы видели творение, планирование, реализация и оценка. И больше того, в каждом моменте сказали, вея эре, вея богер, ям шини, допустим. В заключении дня это значит, день кончился, второй день кончился. И был вечер, и было утро, день второй. А в седьмой день этого не сказали. То есть из этого видно, что седьмой день не кончен. И закончены были небо и земля, и все боинство. И закончив Бог седьмой день работу свою, которую он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы своей, которую делал. И благословил Бог день седьмой, и осветил его, и в этот день отдыхал от всей работы, которую сотворил Бог, чтобы ее делать. да, мы, может быть, это очень хорошая, может быть, середине отрывка, но я думаю, что мы здесь остановимся, потому что Андрея сейчас будет следующий урок, иногда это попадает в удачное место, вдруг, когда я смотрю на часы, оказывается, уже 7.30, иногда не совсем, но мы к этому вернемся на следующий раз, и оставайтесь с нами, будем продолжать наше изучение, и надеяться на лучшее. Есть какие-то вопросы, может быть, или замечания? Быстренько. Спасибо. Спасибо вам, Лена, что вы с нами. Спасибо вам, Лехамма. Виктория тоже была. Виктория, я не видела. Виктория. Спасибо большое. Я молчу на лекциях, потому что я хочу послушать, я хочу понять. И вот на Равикутке тоже первое время молчала, чтобы вчитаться, чтобы понять, как пишет. Ага, понятно. Вот, поэтому я, собственно, не комментирую, а оставляю делать это профессионалом. Все, ну подумайте, может быть, в начале следующего занятия будут у вас какие-то вопросы по поводу того, что мы о чем говорили. я бы и к вам это Максим тоже относится. Окей. Окей. Я понимаю, что у вас может быть и вопросы, и замечания у всех новых. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...